Вебинар мне очень нравится, вопросы задаются очень хорошие. Спасибо, уважаемые зрители. У нас, кстати, 36 человек, 3 моих помощника, и я так понимаю, остальные как раз визовые центры. Так что вот 33 визовых центра присутствуют здесь. Мы очень хотим присутствовать в сибирской части России. И оттуда много уезжает людей, не хотят жить в холоде, почему-то все вот в Сибири хотят уезжать в Майами. В Майами у нас есть офис, мы также там делаем все те же услуги, что и в Нью-Йорке, хотя, конечно, большая часть эмиграции так исторически сложилась, русскоязычных приезжает именно в Нью-Йорк. Мы очень заинтересованы в развитии в Средней Азии. Я уже говорил о том, что мы очень хотим открыть офис в Узбекистане. Мы не можем найти адекватных франчайзеров пока там, хотя введем переговоры, но пока договор никто не подписал. Ну, давайте вопросы еще, 15 минут осталось. Ну, хорошо, что вы с Ташкента, вот смотрите договор, смотрите наши условия, вы можете стать франчайзером. Быстро разбогатейте. В Узбекистане, обещаю вам большое количество клиентов, только я буду давать вам 20-30 клиентов в день. Ваша задача только продавать. Ну, есть вопросы или что-то вопросы закончились? Пожалуйста, повторите вопросы, которые я пропустил. В какое время лучше с вами связываться? Время по Нью-Йорку с 9 до, наверное, 20 вечера. Вот так. Говорю до вечера, потому что там в Петропавловске, Камчатском, там другое время, да, в Москве другое время. Поэтому просто пишите там в Яндекс или в Гугл там время в Нью-Йорке, и вам сразу покажут, сколько времени в Нью-Йорке, и вы будете понимать, сколько времени у вас, сколько времени в Нью-Йорке. Вот Вайбер, Ватсап, помощник мой написал, значит, плюс 1, 347, 265, 6186. В Азербайджане нет у нас офиса, пожалуйста, вы можете стать нашим франчайзием в Азербайджане. Окей, давайте вопросы, пожалуйста, не пишите мне просто комментарии какие-то, давайте только вопросы. Хорошо, вот Акбар, вы просто комментарии пишите, я в итоге теряю вопросы. Кого-то пропустил. Пожалуйста, скопируйте ваши вопросы, которые я, на которые я не задал. Так, 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 стоп, 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 увидел вопрос. Есть ли программа гуманитарного получения, гарантированного получения визы, туристическая, например. Нет, таких программ нет, гарантированного получения визы не может быть. Кто обещает гарантированное получение визы, это мошенники, обманщики, аферисты, шарлатаны, не связывайтесь с ними. Это обман, вас обманут. Можно ли в аэропорту развернуть, если только билет в одну сторону? Часто клиенты спрашивают, да, могут же билет покупать лучше в две стороны, просто можно сделать билет, который можно потом сдать назад. Вопрос, какие условия, я не понимаю, к чему этот вопрос. Напишите его подробно. Еще хотел рассказать, есть, многие спрашивают по поводу, вот, при отказе что делать. Есть специальные программы у нас, как можно попасть в Америку при отказе. Одна из программ, это гуманитарный пароль. Посмотрите мои видео на эту тему, напишите в поиске ютуба «Русская Америка. Гуманитарный пароль». И вы увидите видео на эту тему. Есть еще другие программы, мы тоже сейчас делаем отдельный сайт. И я думаю, что через неделю будет сайт как раз под казникам. Так что можете предлагать своим клиентам, которым отказали в визе, изучить этот сайт. По каким направлениям можно подбирать работодателей? Марина, по всем работодателям, которые не лицензированные. То есть, если требуется лицензия, допустим, на водителей грузовиков, нужна лицензия в Америке, то нельзя получить рабочую визу. Потому что ты должен сначала приехать сюда, получить лицензию. Едут по турвизе, там подают на политубежище, получают лицензию. То есть, CDL для коммерческого транспорта, это CDL водительского удостоверения. Ну, лицензированная профессия. И тогда ты можешь здесь работать. Рабочую визу получить нельзя. То же самое, допустим, адвокат. Это лицензированная профессия. Ты не можешь получить рабочую визу адвоката, потому что тебе нужно получить лицензию адвоката. То есть, вот нелицензированные специальности. У меня есть, ваша тезка тоже Марина зовут, менеджер, которая занимается рабочими визами. Я, наверное, ее, может быть, попрошу, чтобы она там основные, сделаю видео отдельное, там основные топовые вакансии по рабочим визам, на которые люди сюда приезжают. Я думаю, что первое, наверное, это будут сотрудники отелей. Вот у меня почему-то такое чувство. Потому что чаще всего по рабочим визам приезжают именно в отелях работать. Особенно где-то в местах, когда на лето отель открывается или на зиму. И набирают людей на короткое время. В сельском хозяйстве много профессий нелицензированных, когда людей берут по рабочим визам. В общем, нелицензировано можно, то, что лицензировано, нельзя. Лариса, есть клиенты после двух-трех отказов, есть ли у них шансы получить визу? Хороший вопрос, Лариса. У меня, мы 6 лет работаем, и у меня вот за 6 лет были клиенты, которым мы добивались получать визу с пятого раза. То есть, у них было 4 отказа, на пятый раз человек получал визу. И таких клиентов немало, поэтому шансы такие есть. Я периодически рассказываю видео об этих клиентах. И есть даже видео с этими клиентами, которые после отказов получали визы. Поэтому нужно пробовать, нужно работать, разбирать каждого истории индивидуально. Нет универсального кейса для всех. И нужно смотреть. Я вам скажу, что моя мама, допустим, хотя мы сами этим бизнесом занимаемся, с первого раза получила отказ в визе. И мы делали ей гуманитарный пароль. Она приезжала по гуманитарному паролю сюда. И вы видели, никто смотрел YouTube. Моя мама уже в Америке. Какие условия, как получить по франшизе? Все, есть условия. Пожалуйста, помощник Василий, сделайте ссылку для человека, который просит условия по франшизе. Раздел партнерства на нашем сайте. Ссылка. И там все подробно рассказано об условиях. Очень-очень подробно. Ватсап я вас не запишу. Пишите мне сами ватсап. Мой ватсап тоже сейчас поможете, мой скинет. В случае отказа в визе человек получает какую-то компенсацию или это безвозвратная потеря денег? К сожалению, не получает компенсацию, безвозвратная потеря денег. Если человек не слышал, во всяком случае, об американских компаниях, которые бы возвращали деньги, либо об адвокатах, которые бы возвращали деньги. К сожалению, иммиграция и визы это риск. И вы работаете с бизнесом, который не дает стопроцентной гарантии. Поэтому вы должны просто честно говорить клиенту, что у вас могут быть отказ, вы можете потерять деньги. Вы должны это прописывать в договоре, который заключается между клиентом и вами. У нас есть лицензия, на которой бонд лежит, страховой депозит лежит 50 тысяч долларов. И мы можем быть оштрафованы, если мы будем обманывать клиента, допустим. Поэтому мы очень соблюдаем правила американские законы и правила, которые позволяют нам работать по этой лицензии. Поэтому, пожалуйста, я тоже всех призываю работать по правилам и всех сразу предупреждать, что отказ возможен и деньги не будут возвращаться. Вы должны просто об этом клиенту говорить. Я вчера снял видео на эту тему, почему мы не делаем визы без оплаты. Посмотрите, там последняя, по-моему, на YouTube-канале. Если можно, еще раз YouTube-канал мой сбросите. Кстати, очень интересная тенденция, которую я сейчас увидел. Вот 34 человека, вот так же и присутствуют. С самого начала, кто был на вебинаре. Один человек, да, по-моему, ушел. Все остались на вебинаре. Значит, вебинар интересный. И я рад, что вам даю нужную информацию. Да, вот важный момент, Женя, написал. Спасибо тебе, Жень. По поводу того, что если отказ визы, то бесплатно мы делаем повторно. Поэтому человек, опять же, эту опцию ни у кого не видел из наших конкурентов. О том, чтобы делали повторно, бесплатно. Поэтому мы один раз берем и делаем качественно. Потому что нам не очень хочется делать бесплатно потом еще 4 раза. Или там человек на пятый раз только получил визу. Поэтому стараемся делать все качественно. Хотя были у нас случаи, когда человеку отказали в визе. И мы его не бросали. Вот я рассказывал недавно историю. Когда 3,5 года человек был с нами. И мы его не бросили, потому что мы соблюдаем наши правила. И он нас не бросил. Он нам поверил. И мы с ним шли. И он в итоге получил визу. И приехал в Америку.